В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Литву не надо, нужно вспахать, навести культивацию. 5 тысяч за парковку. Автолюбители, которые оставляют свои машины на газонах, ждут серьезные штрафы. Проводила бесплатные экскурсии для школьников. Этот интерес я перенесла в свою педагогическую деятельность. Мне было интересно. Вековой юбилей комсомола. В Анапе отметили день рождения самой массовой в истории молодежной организации. То, что я победила, это, конечно, очень классно. Я очень рада. Мисс Студенчество. Лучшую среди самых красивых выявили на конкурсе среди учащихся высших и средних учебных заведений Анапы. Здание нового детского сада Орленок будет сдано уже в декабре. На строительство дошкольного учреждения из местного бюджета было выделено почти 39 миллионов рублей. В следующем году в детский сад зачислят 80 человек. Это долгожданный проект, контроль которого лично ведет глава города Юрий Поляков. Так детский сад Орленок выглядел ровно два месяца назад. На площадке еще только заливали фундамент. Тогда глава Анапы поставил перед строителями задачу – сдать садик необходимо до конца года. Вот мы активизировались на этом садике, еще готовим о площадке по строительству садиков, заканчиваем лазурный строить садик. Меня интересует самое главное – движетесь ли вы в графике. График строительства Юрий Поляков контролировал лично. Результат налицо. За два месяца был полностью возведен первый этаж. Завершается строительство второго. Вскоре в детский сад проведут коммуникации. Одновременно ведется установка крыши и отделка фасада. Сегодня объект проинспектировали специалисты городского управления образования. На месте обсудили, что необходимо доработать. Меня интересует сторона безопасности. Для нас это сейчас уже немало важно. Периметральный, тут находится охрана, вот это все. Комната для охраны предусмотрена. Предусмотрено в проекте у нас, естественно, и видеонаблюдение по периметру, охранно-пожарная сигнализация, кнопка пульт вывода, если что-то будет происходить, чрезвычайные какие-то ситуации. Это уже предусмотрено проектом. Планировка здания рассчитана так, чтобы рационально использовать каждый квадратный метр. Совмещенный спортивный и музыкальный зал, столовая с раздельными цехами, расположение беседки и комнат отдыха – все соответствует всем ГОСТам. Рабочие работают ежедневно, начиная уже с 8 утра. Есть бригады, которые работают на внутреннем блоке отделки. И мы используем сейчас любой день, час, минуту, потому что погода нам благоприятствует. И глава поставил задачу пристально наблюдать за этим объектом под постоянным контролем, что мы и делаем. Детский сад «Орленок» рассчитан на 80 человек. Строительство здания планируется закончить в декабре, а уже в первом квартале следующего года здесь примут воспитанников. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Очередь в строительные отряды, свадьба на Целине. В день столетия комсомола ветераны организации вспоминали дух той эпохи. Через одну из самых больших за всю мировую историю молодежную организацию прошли более 200 миллионов человек, которые оставили после себя не просто память, а материальные свидетельства, а также вирус энтузиазма. Да, привет! Слушай, меня вот здесь снимает, снимает, давай и ты это забывай. Да ладно! Встреча подруг и соратниц по движению в день, когда комсомолу исполнился ровно век. У Эммы Александровны членский билет. В организацию она вступила в 1947 году. В седьмой класс одной из подмосковных школ пришли агитаторы. Тогда никто не спрашивал зачем. Особенно в тяжелое послевоенное время стремились сделать больше, чем требуют официально. Уже переехав в Анапу, начинающий педагог изучила историю края и проводила бесплатные экскурсии для школьников. Этот интерес я перенесла в свою педагогическую деятельность. Мне было интересно преподавать. Я учитель-географ. Мне было интересно. И ребята за мной тянулись. И они тоже становились комсомольцами. Я вот передавала свой энтузиазм. Скромные энтузиасты, ставшие настоящим двигателем эпохи. Зал городского театра «Полон» от имени главы Анапы Юрия Полякова собравшихся поздравил председатель совета Леонид Кочетов. От имени Международного оргкомитета по празднованию юбилея и Красноярской краевой общественной организации ветераны комсомола Кубани вручали благодарности. Здесь те, кто помогал осваивать целину, строить байкало-аморскую магистраль, заводы, фабрики, дороги. У нас были те, кто по комсомольской путевке проводили свой медовый месяц, поднимая целинные земли. Подвиги комсомола восхищают и вызывают уважение. Юрий Кабанов возглавлял Анапский комсомол до 1989 года. До этого прошел все ступени. От секретаря школьной, а затем институтской ячейки. Например, мы специально на первом курсе побежали все в ДОСАВ, чтобы спрыгнуть с парашютом. Если вдруг нас будут забирать в армию, нам надо попасть обязательно в десантные войска. Вот такой был порыв тогда. Для меня лично попасть в стройотряд было сложнее, чем поступить в какой-то вуз, в котором этот стройотряд. То есть там такой конкурс был. А ведь это не отдых был на курорте, где всем включено. А это работа там под 15-16 часов в сутки. По словам Леонида Кочетова, традиции, заложенные комсомольцами, можно увидеть и сегодня в делах и поступках современной анапской молодежи. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Газоны – не место для автомобилей. Глава Анапы Юрий Поляков неоднократно поднимал вопрос об освобождении улиц от незаконных парковок. В эти выходные специалисты муниципального контроля провели рейд по городу-курорту. Они выявляли машины, припаркованные на газонах и клумбах. Количество автомобилей в Анапе уже давно превышает количество парковочных мест. Особо изобретательные водители приспособились оставлять машины прямо на газонах. Это нарушение правил благоустройства, грозящие штрафом. Парковка на клумбе обойдется автомобилисту от 1 до 5 тысяч рублей. Специалисты муниципального контроля также рассказали жителям курорта, почему необходимо восстанавливать испорченные газоны общими усилиями. Паркуя машины на газоне, автолюбители превращают зеленый уголок в вытоптанную площадку. А вот восстановление ложится на плечи городских служб и местных жителей. За три месяца за парковку в неположенных местах было оформлено 11 штрафов. Специалисты фиксируют нарушения, дату, адрес и номер машины и направляют водителю уведомления о составлении протокола. Сумму штрафа рассматривает административная комиссия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа-Регион. Панапе вспомнили жертв политических репрессий. На Кубани большую их часть составили казаки. Многие попали в список неблагонадежных только из-за своей принадлежности к казачьему сословию. Из Ачинска погрузили на баржу и потянули на Гулыму. Во время плавания матросы плясали под баян, а на корабле и на барже умирали голодные и слабые. Цитата из воспоминаний. Почти в каждом роду есть похожая история. Когда-то казаки присоединяли сибирские и дальневосточные земли, которые стали местами ссылки для их потомков. С одной из таких пересылок сбежал отец Натальи Щеревань. Его семья из 20 человек жила в Тимрюкском районе. У деда была наградная шашка от императора за русско-японскую войну. После революции родственники встали по разные стороны. Кто победнее – за новую власть, кто побогаче – за старый порядок. В итоге гражданская война и репрессии всех перемололи, кроме отца, который и рассказал семейную историю, хранимую в тайне до конца 80-х годов. Первые ощущения – горечь, слезы, истерика. За что? Непонятно что. Ну, тяжело было. Когда началась Великая Отечественная война, отец Натальи Щеревань записался добровольцем в Красную армию. Был награжден, а в 1945 году получил 10 лет лагерей. Был реабилитирован. Михаил Иванович из станицы Гостогаевской. Его отец не хотел идти в колхоз и сгинул на строительстве Беломора-Балтийского канала. Недовольный был, конечно, ну а жить-то надо. Я выполнял в армии, три с половиной года служил. И я не получил ни одного наряда. Организаторы подчеркивают, мероприятие посвящено не только казакам, но и всем, кого так или иначе коснулись репрессий. По данным историков, всего в первой половине 20 века по политическим статьям были арестованы более трех с половиной миллионов советских граждан, а более 600 тысяч расстреляны. В Анапе живут около тысячи жертв политических репрессий. В 1996 году еще у нас в сквере боевой славы был открыт памятник жертвам политических репрессий. И возле него действительно всегда лежат цветы. Это тот самый знак, который говорит, что мы никогда не забудем о трагических событиях прошлого, о репрессированных земляках, о напчанах, которых уже рядом с нами нет. Это уже 18-я по счету встреча. Их главная цель – напоминать, чтобы подобное не повторилось. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Всероссийский детский центр «Смена» посетила делегации из Японии. Иностранные специалисты по энергосбережению обсудили перспективы сотрудничества с ВДЦ и провели образовательные занятия для детей в рамках программы «Школа молодого энергетика». По нашей традиции мы предлагаем вам наше национальное блюдо. Гости посетили Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», а также инфраструктуру детского центра. Во время экскурсии они узнали о работе компетенции лабораторный химический анализ, робототехника, нейротехнологии и деревообработка. Ознакомились с бассейном и аллеей славы Всероссийского детского центра. Профориентация является очень востребованным направлением сейчас. Мы очень поразились тому, как руководство центра смогло удержать баланс между традиционными видами деятельности и современными, как, например, робототехника. Мотохиро Вашиме и Йошитако Косумото встретились с руководством ВДЦ «Смена». На совещании они обсудили перспективы сотрудничества Центра энергосбережения Японии и Всероссийского детского центра «Смена». Мы, в свою очередь, рады видеть гостей в нашем центре. Благодаря нам, что откликнулись на предыдущение, так быстро отреагируют время. 23 и 24 октября специалисты по энергосбережению из Японии проведут занятия для участников образовательной программы «Школа молодого энергетика». Самые умные, красивые и веселые девушки собрались в Центре культуры Родина. Здесь состоялся конкурс среди высших и средних учебных заведений «Мисс Студенчество-2018». Кто же стал лучшим в нашем сюжете? «Мисс Студенчество» в Анапе. Главная особенность этого года – в числе организаторов конкурса теперь выступает Совет молодых депутатов нашего города. За звание самой умной, красивой и талантливой представительницы студенчества боролись четыре девушки. Конкурс состоял из нескольких этапов. Один из них – импровизация. Ведущий предлагает самые неожиданные ситуации, из которых конкурсантки должны найти достойный выход. Участницы представили видеозарисовки на тему «Мои добрые дела» и показали творческие номера. Особый интерес у зрителей вызвал конкурс дефиле. Конкурсантки должны были не только показать умение держаться на подиуме, костюм для выступления они также должны были сделать своими руками. Это обязательное условие конкурса. Оригинальным оказался подход студентки Дарьи Усовой. Ее вечернее платье – это симбиоз бумаги и одноразовых столовых приборов. «Так как я занимаюсь в театральной студии, у нас есть свой дизайнер. Она мне подсказала идею. Мы подумали, почему бы не сделать из ложек. Даже мой девиз – «Хочешь есть – сядь, покушай». Вот мы и придумали сделать из ложек». Компетентам жюри было очень сложно определиться с выбором победительницы. Практически все участницы шли по баллам вровень. «Все девочки шикарные, все победительницы сегодня. В разных комбинациях кто-то лучше, кто-то хуже. Но симпатия, конечно, и как говорит человек-профессионал, есть с чем усмениться, дальше развиваться, на разный уровень, выше уровень и проходить». «Показали девочки себя очень хорошо. Так же, как показали себя хорошо организаторы конкурса, все четко, без заминок. Конечно же, Сочинский государственный университет, выпускником которого я являюсь, показал себя в очередной раз на высоте. Победительница очаровала многих». А лучшей стала студентка Марухина Кристина. Именно ей и была вручена диадема победительницы. «Мы к конкурсу готовились с университетом месяц, плюс еще задержали на неделю, поэтому дальше продолжилась подготовка. Ну, ожидала я, конечно, такого же, но то, что я победила, это, конечно, очень классно. Я очень рада». Всем студентам были вручены дипломы и подарки. Но, пожалуй, самый главный подарок для всех них – это эмоции болельщиков, которые пришли сегодня поддержать своих студенток. Руслан Душевский, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа-Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин